Вот это вот я взял, чтобы вам понятно было, о чем речь пойдет. Мне не оставляет покой и тема вишен. Пусть меня не любят, ненавидят. Те, кто учат резать, 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 резать. Я их понимаю, им теперь не перестроятся. Получается, как у той бабушки посмотрела порнофильм, жизнь прожита зря, воскликнула. Так и тут у них, это они, получается. Им ничего не остается, как злиться и стоять на своем. Так вот, смотрите, вот это вот, например, сейчас я себе найду. Вот, в общем, это снимок как раз из Японии. Ладно, дело в том, что действительно все уничтожено. Я вынужден повторить, Елена Александровна, вы сидели рядом, мы с вами вместе прорабатывали, возмущались, да? Только на 150 тысяч человек вот так вот увидели, что вот это надо полдерева уничтожить. Говорил, что обрезка продляет жизнь дереву, да? Вот. А потом, смотрите, я только сейчас заметил, не просто, вот мы это проходили, да? Ни одна культура не требует такой сильной обрезки, как вишня. То есть, вот именно вишня требовала, и теперь вишни нет нигде. Сегодня я разговаривал с Башкирией, да, с Башкирией. В общем, никто понятия не имеет, как выглядит вишня. Я разговаривал уже где-то ближе, по-моему, чуть ли не это. Не знаю, что скажет мой брать. Я прекрасно помню Липецкую область, когда в детстве, когда все было вишня, хотя откуда не делись. Меня вот это удивило, да, что еще в советское время, это где-то 70-80-е годы вышла вот эта вот брошюра, нет, целая книга, да, с убийством дерева. Меня вот это удивило, у них получается так. Экспозиционный период, 19-15 лет. Ну, несколько лет до первого плодоношения, еще плюс-25 и мертвая. А моим вишням, и соседским, где сосед уже погиб, а его сад старше, им уже 40 лет. А они не только что не снижают, это, такое впечатление, что они все еще больше и больше. То есть, а еще никто не трогает. Вот. И получается, что у них уже урожайность падает, но они как-то их пытаются доить. То есть, мы их режем-режем, а они плодонуют, плодонуют, а потом раз, и все. И дерево, как бы сказать, сломалось морально, физически. Вот. И получается все. А потом говорят, ой! А самое страшное, я тут недавно прошел в магазин, я авторитетного садовода, несколько книг не приходил из магазина, просто полистал. Все тоже. Вот эти вот выражения. Манилиоз сжигает листья. Гриб-трутовик сжирает деревья. А он и сейчас не знает, что они только метвичину едят. То есть, вот с этого начинается. Видите? Я просто вынужден повториться. Почему? И как вернуть вишню обратно в Европу? Да просто-напросто. Ну ладно, у меня там я могу 20-30 тысяч косточек высылать, да? Вот. Это тоже входит мой, который я по-новому назвал, государственный запас. Вот. Ну и никому же не надо. Поняли, к чему я клоню? Вот Жуковская. А вы мне знаете, сколько Жуковской? Сказать? Держите за стул. Трехсильтровая банка полная. Вот она, Жуковская. А, вот нашел. Посмотрите. У нас какое-то звериное отношение к садам, особенно это вишневые сады. Вот. Сложилось такое, что это надо... Ну я не был в Японии, но я просто набрал, набрал. Вишневые сады. И потом по его слову ханами, и вот теперь эти ханами я смотрю. Так вот. Это вишневые. Какая у нас красота. Я хочу, чтобы вы первые поняли. Потом как-то распространяли, потому что я вам покажу опять. Уже миллион двести просмотров, как убивать деревья, да? Уже миллион двести. Вот. А тут другое, что... Получается, люди не видели ничего путнего, и только вы можете сейчас вырастить, не подходить, всегда просто не подходить. Уж к вишнею точно. К непривитому абрикосу точно. К непривитому сливе точно не подходить. Вот. Да, они все разные. Но вы можете себе представить, есть вишня, допустим, чертая, выделили там вкус, да? А есть вишня Штамбова. Видели в других фильмах, видели в моей фотографии. Она там пять раз больше, выше, огромная, там все. Вот. И какой-то идиот, у меня уже другого слова нет, как подобрать, считает, что им нужно всем придать одинаковую форму. Сказать, какую? И тут же написано, вишня. И вот она растет. А вишни маленькие, они все одинаковые. Ну как, саженцы полметра, метр, полтора метра, да? А у них еще нет таких каких-то, назовем их, каких-то видовых или этих, сортовых различий. Еще нету. Но уже с этого момента надо уничтожать. Пригодется опять повторить этот момент. Я не могу иначе. Меня разозрело то, что многие меня ненавидят просто так, не по делу. Не потому, что я действительно, ведь мои советы не уничтожают ни одно дерево на планете. Как можно уничтожить дерево, когда вместо того, чтобы, помните, шланг в сентябре надо продать, вот. Делайте подземную обрезку в сентябре. Представляете? Подлость, предательство. Они ненавидят меня. Я просто вынужден высказаться. Смотрим дальше. Вот. Вот это вот, я специально, еще раз. А это наше. Я хочу, чтобы хотя бы хоть кто-то начинал смотреть на это моими глазами. Что я не могу, я приезжаю в Абакан, да? Вот. Вот это знаете, еще почему? Когда-то я выросил сад из трехсот сосен. Красоты необыкновенные. Выросли за восемь лет, там, до, или за десять лет до восьми метров, или я уже сам не помню. Потому что я уже сам себя цитирую. Вот. Грибы растут. Птицы, оказывается, птицы вьют гнездок даже на соснах. Я не знал этого. Вот. И, само собой, газон, все, три льда. Как я их, эти самые, эти, ну, назовем их хвойные, да? Это что, ель, что сосна, что пихта, что кедр, это что, лисовинцы, это все один черт. Вот. Ну, близкие родственники. И вот, приехал в лес, ищу деревья высотой не больше полуметра. Сосны. Выкапываю, раз, осыпалось песок. Выкапываю, раз, осыпалось песок. Переехал. Третье место, четвертое, пятое место, выкопал, ком земли держится. Треста штук посадил, ни одного не погибло. А эти все садят с голыми коленами. Никакой культуры нет. И потом, я хочу, друзья, чтобы вы вот это видели, чтобы это глаза бросалось. Что вот это, что, что это вам не Япония. Что, вот это вот, что потом падают, раздавят машины, давят людей, давят детей, врага на ветру. Вот. Понимаете, не могу я уже, вот, это ставят машины, не думают, что завтра это упадет. Вот. Вот это переделка кустов эти. Вот так, из вишни. Почему? Степная вишня, это сорняк такой, что если ее взять, она же распространяется, в основном, не только косточками, а это, это, это акация, к примеру. Вот. Что если взять, это посадить, пройдет, ну, 20, 100 лет, все будет ей заполнено, кто не дает. А дело в том, что вот это вот, идиотизм, когда из куста, кто-то считает, что куст это некрасивое, делает из него это, дурь вот эту вот, и каждый год, три года, три года, я же по Абакану, я 80 раз ездил в Абакан, за полтора года, я насмотрелся, меня тошнит от всего этого. Посмотрите. А я хочу, чтобы это увидели, что я хочу, чтобы уже, если есть институты, которые заканчивают будущие лесоводы, чтобы они хотя бы научились деревья садить. Так, с наступающим Новым годом, друзья. Что подарить на Новый год, еще не поздно. В последнее время, меня удивляет, дошло до 4 дня, это рекорд. Это обычные посылки. 5 дней, 6 дней, 7 дней, это стало нормой. Так, вот, потому что эти книги противостоят всей миллиардной публикации, всем, все, что было, это, вот. Мне больше всего понравилась вот эта фраза той главной редактора Фазента, которая меня печатала где-то, 10-12 лет подряд, в каждом номере, которая сказала, да, вы правы, это доктор наук написал глупость, но какой-то дурак будет это выполнять. Вот это действительно, вот, выполняет, вы видели, письма, которые я цитировал. Так что подумайте, какой подарок ценнее всех. Такой или обычный набор, как этих самых, за эти же деньги, там, одеколонный или этот самый, мазь по сибритя. Вот я написал, а вот это, когда я рассказывал про Вишневые сады, кстати, действительно, я до сих пор не могу читать с экрана. Мне много книг писали, я вот эту Ганечкину не могу до сих пор, очень трудно, а вот книгу взять в руки, ну, это же здорово. Вот когда-то я, когда-то я предвидел, что еще не знал, потому что начиналось это со статьи. И очень сто лет назад, образно говоря, я ее, это, еще не было интернета, а уже статья эта была у меня. Потом она выросла в эту, переросла в главу книги, да, вот. И вот понимаете, вот уже тогда и до сих пор и сейчас и бесполезно. А почему? Сейчас поймете. Смотрите, я еще одну тему подготовил, пусть я где-то повторился. Так, это вы потом про все эти, вот. Это со всех трибун, это я сам слышал в Москве, с той самой трибуны злосчастной, когда меня слова лишили. Вот. Но других не лишали. У них грибы они сажают вишневой сады. Я говорю, секатор, пила, а потом топор уже, когда полностью угробят дерево, да? Смотрите, Иоанна Александровна, это мы с вами. Я почему этот, мы с вами смотрели рисунок, мы его с вами, ой, этот, фотографию уже обсуждали, да? Вот. Она уже была такая, когда, только грибов было поменьше. Тогда, когда я купил этот участок в 15-м году, и тот самый есть участок. Тут уже мои роскошные абрикосы расцвисты, сосед у меня купил. Что-то я подарил. А вот это вот вишни в демои. Представьте себе, какое мощное штамбовое дерево было. На него повесили шланг, и здесь мыли посуду, набирали воду, ну как, до выключателя, метров 30. Пошел, включил, выключил. Вот. И та вишня, которая выдерживает глубочайшее, она настолько терпит сырость, но все-таки ее добили. И вот когда, а я же не сразу ее унистрять начал, она, ну представляете, ко мне люди приезжают уже 16-й год, 17-й, а тут ветки сухие. Вот, обратите внимание. Я начал их по одной убирать, убирать, в надежде, что она возродится. Она пыталась возродиться, видите? И вот еще пытается. Но время шло, я дорезал уже до конца, и уже использую ее как, ну как музей, что ли. Это музей, я называю это кунсткамера. И вот в этой кунсткамере вы видите огромное количество грибов. Вот. И теперь можете себе представить, что рядом, за ней, вон она, ой, жалко, я не догадался. Помните, Сенька с огромными 100-граммовыми абрикосами стоит, а за его плечами, за Сенькой, вот так, вся в этом. Вот почему там вообще нет ни одного грибочка, Юрий Александрович, подтвердите это, не только же на абрикосах не было грибов. Ну, на висках к осени появились, но это уже осень, листы портятся. Света меньше, дожди заливали, ну, к осени холодно. Это естественный процесс. Вот. А летом-то, ну, как же не видно, что это дерево, там 4 дерева, напротив, в том саду у меня деревья растут, там добрый десяток. Тут, за забором, 10-15 роскошных деревьев, которые мне подходили с пилой и с поливом. Ну, теперь-то, знаете, что бы сказали эти специалисты? Берите скребок и начинайте драть вот это вот, и тогда дерево возродиться. Грибы едят только мертвичину. Ни одной живой клетки из триллионов не съели и не съедят. Это одна из основополагающих страшных ошибок. Монеллез сжигает, трутовик сжирает, вот эти слова, сжигает и сжирает, это крупнейшего садовода слова. Сжигает один, сжирает другой. Никогда. Вот это основополагающая ошибка всей советской науки, может быть даже мировой. Вот самое страшное. Не губите деревья. Вот это уже, ну ярче уже примера нет. А вот свидетель рядом со мной. Вот. Смотрите. Это почему здесь фланг? Да потому что деревья не губить. Понятно? А так как он висел там, так он оставался висеть. Пока мне дела передавали. участок передавали. Ну вот это вот наверное мы отнесем к следующему вебинару. У нас не так много времени. Вот. Ну кто умный так поймет. Подарок от 7 дач. Бедный автор. Ладно, отвлеклись. Так вот меня всегда знаете как. Я бедный автор. Я думал подарит книгу по садоводству. Но господи, мне придется это еще вступать в спор, в войну. Вот. Но хорошо книга сказала цветами. Выращивание идеального правильного сада. Дело в том, что вот эта встреча идеального. Я первый встретил в Москве, где проводил семинар. Я проводил семинар по принципу помните идеальных технологий не бывает. С одной стороны лучше, с другой хуже, лучше хуже. А за мной выступал дядя, но я уже это самое солидный дядя. И у него был этот. Потому что это было как лекционный зал. И уже за мной уже следующий должен был читать лекцию. И у него вот эта вот тема была выращивание идеального плодового сада. А и еще если вы наберете слово выращивание неправильного сада вы найдете еще сотни тысяч этих самых. И все неправильные. Неправильные пока получается только если они неправильные все это идеальный сад. А где же твой сад?